Ну, громкие задачи последних, так сказать, десятилетий, наверное. И второе, это осцилляции в системе Чарг, в Чармунии. В системе Д-Анти-Д. Вот, значит, что такое магнитный момент, значит, в частице, ну, это все знают, что оно связано, он пропорционален спину частицы. Значит, есть некоторый общий множитель, который состоит из хорошо известных чисел, а вот это вот геромагнитное отношение. Значит, из уравнения Дерека следует, что геромагнитное отношение равно 2 для Фермиона. Но это правда, но не вся. Значит, дальше, в 1948 году Швингер, 4 поля как таковой не было. Как он считал, я не знаю, но ему удалось сочетать правильный ответ. Вот такая поправочка. Альфа, это постоянная тонкая структура, а на 157. Значит, вот это заслуга Швингера. Ну и дальше, на этом история не кончается, дальше есть продолжение этого ряда. Поэтому аномальным магнитным моментом миона называется разница G-ми в минус 2, деленная на нас. Значит, она меряется, ну, с рекордной точностью. Это в Брухевине. Вот, значит, есть для заряженного и, ну, заряженная положительная и отрицательная миона. Вот это числа, соответственно, 2002-2004 года. Ну, если их, если верить, что мир симметричен, ЦПЦ сохраняется, да, тогда их можно усреднить и получится вот такое число экспериментальное. Значит, кстати, то же самое относится, ну, по крайней мере, вот эти два числа, они полностью относятся и к электрону. Аномальный магнитный момент электрона тоже меряется. А почему, вот, как вы думаете, второй вопрос, серий, угадай. А почему, вот, народ обсуждает именно мионный аномальный момент, а не электронный? Отношение масла. Отношение масла. А, кстати, электронный магнитный момент, он тоже используется очень хорошо. Он очень хорошо меряется. И это лучшее место для определения постоянной тонкой структуры. Она оттуда и определяется. Но аномальный магнитный момент электрона, он менее чувствителен, ну, скажем, к адронному вкладу. Он, в основном, основан на электродинамике. То есть он, в этом смысле, его правильно используют для вычисления вот этой константы. Вот 10 минус 11 выделяют обычно, оно безразмерное. А, ну, вот сколько здесь? А, вот это вот, альфа поделить на 2π, это, это сколько? Ну, грубо говоря, без минус 3, да? Ну, просто странно записать. Нет, а дальше будет понятно, почему так. Потому что, вот, вот игра идет, на самом деле, вот, сколько вот, какова погрешность. Вот эта погрешность означает, ну, два последних числа. Вот. На самом деле в этом есть смысл. Потому что, ну, как-то писать 10 минус 11, это сколько-то нулей, некрасиво. Ну, вот это общая структура вершины. Вот это вот вершина вот такой вот, где фотон встречается с заряженным фермионом. То есть здесь есть два вклада. Один вот гамма-матрицу. Обладает гамма-матрицей. Это обычный заряд. А другой же здесь стоит сигма-матрица. Некий форм-фактор. Функция D-счет Q-квадрат. Это виртуальный поток. Значит, вот эта нормировка на заряд, а эта вот нормирована в нуле. Он нормирован, как раз, наверное, на нас не придумывается. Вот. Теперь, что касается вычислений. Если пользоваться, ну, такой стандартной физикой, стандартной моделью, то эта альфа-мю, она разделяется на три класса. Значит, чисто электродинамический, где участвуют только фотоны и электроны. Значит, вклад адронный, здесь адронный или фарки, можно сказать, и вклад электрослабый, там, где участвует калибровочный обозон. Они так, в общем, мне кажется, они не перепутываются друг с другом. Значит, вот приведено число на сегодня, которое вклад электродинамический. Значит, это, насколько я помню, вычислены вклады четвертого порядка, четыре петли, то есть альфа в четвертой. И оценены некоторые, ну, наверное, потенциально важные вклады альфа в пятом. Значит, это очень тяжелый труд, за этим стоит большая команда и 30 лет, наверное, здесь больше, 50 лет работы, и работа продолжается. То есть вычисление в электродинамике, несмотря на кажущуюся простоту, это очень сложное вычисление, поскольку число диаграмм, понимаете, оно увеличивается с порядка теории возмущения, и это становится очень сложной задачей. Вот Кураев там считал, он что-то новенькое сказал по поводу нет, Кураев, мне кажется, его это не считал. Никак? Он, по-моему, не считал это. Но основные имена это вот японская группа Киношеты и Ремидио это, по-моему, вывлекает. Вот теперь давайте посмотрим, что такое адронный вклад в высших порядках теории возмущения. Да, самый первый, вот поправочка альфа, которая деленная на 2π, это диаграмма вот такая. Вот надо нарисовать вершинку, вот эту вот, и вот тут еще дополнительный фактор. Вот это это шлингерские вкладки. Теперь, как сюда адроны вкладывают. Вкладывают они вот, ну, удобнее нарисовать через кварт, на кварковом языке, хотя, не с тем, сейчас скажу. Вот эта кварковая петля, вот сюда просто вставили кварковую петлю дополнительную. Это лишнее альфа и еще некоторое живое подавление. Это вклад низшего, да, адронный, значит, его тоже разделяют на три части. Вот это вот ниж, L, L, O это низший порядок, вот это он, высший порядок это вот этот, например, вот это вот кварковая петля, а это гектонная петля. Я как-то забыл поставить самое. И еще отдельно пишут вклад, вот L, L, это значит light by light. Свет на свете. То есть возникает некоторая вот такая вот диаграммка, у которой четыре фотонных конца. Свет на свете. А с тремя? Свет. Она равна нулю. Для кварков она не равна нулю. Как? А, это же фото. фото. Потом. Ну вот здесь нарисованы адронные вклады, вот эти кварковые петли, но на самом деле значит, как мы увидим чуть пониже, вот основной вклад идет из области низких энергий, где кварки, они на самом деле, ну это неправильные переметы, неодекладные. И на самом деле это вот настоящие адроны здесь должны быть существовать в Китле, это пемизоны там и все остальное. Поэтому парк это условно. вот значит, вот теперь я вот это основная формула, которую народ пишет, это адронный вклад в меньшем порядке теории возмущения. Вот вот это сигма это на самом деле я хочу сказать, что вот это вот сигма это адронная поляризация вакуума или что-то же самое сечение сечение виртуального перехода виртуального гамма-кванта в адроны. Можно поделить его на сечение раздвияния двух мимизонов и поможет естественно. И тогда здесь возникает вот это знаменитое отношение адронное деленное на адронное сечение деленное на сечение раздвияния мимизонов.